Угадай, где я? Я не дома. Угадай, с кем я? Я с потрясающими стилистами-имидж-мейкерами. С Элиной Кузнецовой и Ольгой Епифановой. Девочки, привет! Привет, Гриша! Вопрос на засыпку. Вы готовы к новой битве стилистов? Ну, вообще, конечно, всегда готова. Как вы думаете, какая самая популярная вещь в осеннем гардеробе абсолютно каждой женщины? Это может быть, во-первых, какая-то верхняя одежда, а во-вторых, это может быть и какой-то внутренний слой. Да, мне кажется, что всем хочется утеплиться, всем хочется уюта, поэтому вот куда-нибудь вот сюда какой-то свитерочек, джимперочек. Да, абсолютно точно. Самый популярный запрос в интернете на тему осенней одежды – люди ищут свитер. А еще, как бы странно это ни звучало, они ищут, с чем носить свитер. А кто может в этом помочь, ответить на этот вопрос? Мы с удовольствием сегодня расскажем о том, как носить свитер, с чем носить свитер. И вообще, давайте вспомним еще, что такое свитер. Небольшой стильный ликбез. Для начала давайте разберемся, что же такое свитер, что такое джимпер, что такое кофта и их компания. Чтобы и вы были грамотными, и чтобы не было придирок в комментариях к нашим видео. Итак, свитер – это у нас вязаная кофта с высоким воротничком. Да, воротничок может быть как здесь, может быть и более такой спокойный, покороче. Главное, что он присутствует. И это более объемная вещь, нежели водолазка. Водолазка – это тоже свитер, но он тонкий и в обтяжку. А у меня в руках сейчас джемпер. Это тоже свитер, но без высокого горла. Еще существуют пуловеры, но я не нашла их здесь во всем магазине, поэтому принесла вам жилетку. Почти пуловер. Почти пуловер, да. Без рукавов. Пуловер – это у нас такой же свитерочек, но только с V-образным вырезом, как представлен здесь. Ну, соответственно, и с рукавами. Без рукавов – это жилетка. А у меня тоже с V-образным вырезом, и это кофта. Но эта кофта с V-образным вырезом, а не с круглым, поэтому она называется кардиган. Еще бывают укороченные модели кардиганов, они тоже сейчас очень популярны. Спасибо огромное нашим стилистам-имиджмейкерам за такой стильный ликбез. Ну, а сейчас самое время мне отправиться на поиски того самого свитера, с которым им предстоит создавать стильные образы. Итак, я знаю, что Элина у нас любит вот такую вот эстетику. Немножко рванинки добавить в свои образы. Бомж стайл такой своеобразный. Поэтому я думаю, что Элина у нас сегодня будет создавать модные образы вот с таким драным, рваным свитером. После долгих поисков второго свитера, с которым будет создавать образы Ольга Епифанова, я все-таки решил, что он должен быть именно таким. Почему? Потому что он очень подходит по психотипу Оли. Она у нас гоменчик, вечно жизнерадостный человек. Любит яркое, поэтому она будет создавать образы именно с этим. Обычно у нас девушки с одинаковыми вещами составляют разные образы, а вы оцениваете, какой из них лучше. Но в этот раз мы решили поэкспериментировать, потому что в ваших гардеробах разнообразие свитеров. Кто-то любит яркие цветастые, кто-то любит достаточно базовые, однотонные. И сегодня у вас есть уникальная возможность вдохновиться образами наших стилистов-имиджмейкеров для того, чтобы научиться создавать образы для себя. Ох, и задал же Гриша нам сегодня задачку. Обычно одна вещь, а тут у нас вещи совершенно разные, да еще и в разных стилистиках. Причем мне хочется стащить и вещь, потому что она сейчас очень трендовая, очень крутая. Вот эта рванина. У меня в голове уже куча к ней образов. А мне очень нравится твой свитер, потому что на нем написано, знаете, что «Toxic People». Это моя фигура. Прекрасная надпись. Все, пошла искать. Пойдем. Конечно же, я сейчас пойду за косухой. Но в чем я еще должна стилизовать такой вот гранж-стиль? Но я думаю, что я возьму не только косуха, а что-то добавлю какой-то женственности и современности еще больше в этот стиль. Раз уж Гриша решила мне дать веселый свитерочек, с обуви я решила тоже начать с веселой. Она сразу привлекла мое внимание, так как хорошо пересекается с полосочками и с надписью на этом свитерочке. Безумно популярный, уже, кстати, не первый сезон, джинсовые юбки вот с таким вот разрезом. Я все мечтала померить, и сегодня мне выпала такая возможность. Во-первых, добавить женственности этому свитеру серого цвета в стиле гранж, а во-вторых, составить монохромный прикольный лук. Я пока взяла два варианта джинсиков. Посмотрим, какие лучше сядут. Здесь я решила не мудрить, потому что с таким свитером, если перемудрить, может уже выглядеть, ну, как-то чересчур. Поэтому джинсики, да, если уж ботиночки веселые, плюс свитер, плюс они, должно хорошо зайти. Я уже взяла косуху, причем взяла абсолютно классическую, но прошла еще немножечко и увидела вот такую вот заклепки. И это тренд, я вам могу сказать, следующего сезона. Скоро мы все будем носить вот в таких вот заклепочках. Но не вижу здесь своего размера, поэтому, скорее всего, косуха будет классическая. Сама наткнулась на вот такую яркую, позитивную куртку-пуховичок. Она тоже у меня должна хорошо вписаться. Ну и начинаю искать второй образ. У меня выбор. Выбор между тематикой вестерн в этом образе и тематикой вот таких вот кед с молодежных, современных. Я пока вот в раздумьях добавить, что ли, еще вот такую вот сумочку-пучку. Очень похоже на мою, она тоже из стилистики таких семидесятых. Ну, пока не знаю, думаю. Так, идеи для второго образа у меня уже тоже появились, но появились также и идеи для третьего образа. В общем, все, больше вам ничего рассказывать не буду. Примерю и покажу. Ну и по традиции уже отправил наших стилистов-имиджемейкеров в примерочную. Дожидаемся их образов. Уже буквально через одну секунду они и появятся на ваших экранах. Если вы очень веселый и позитивный человечек, то как раз образ для вас. Позитивный свитер, позитивные ботиночки, дутая именно белого, да, ну или, как в данном случае, молочного цвета жилеточка. И вот вам, пожалуйста. Кстати говоря, один нюанс. Свитер за счет того, что у него высокое горло, он укорачивает немного шею. Это нужно всегда понимать и знать. Поэтому, если хотите, вернуть длину шеи, да, либо мы делаем какую-то высокую прическу, либо какие-то длинные удлиненные серьги надеваем. Ну, собственно, со свитером, наверное, это все варианты, да, потому что вырез в данном случае мы не применим никак. Как я уже парила, ботиночки я сюда выбирала, такого же позитивного зеленого цвета, как у меня здесь полосочка и надписи на кофте. Да, то есть, если вы не знаете, какого цвета выбрать обувь, есть два лайфхака. Первый лайфхак. Берем под цвет волос, да, то есть можно было бы выбрать что-то черное, либо берем под цвет, который присутствует в нашем образе. Тогда вам даже никакие изучать схемы цветовых сочетаний не нужно. Но, да, это всегда гораздо будет более интересно, если вы научитесь это делать красиво и грамотно. Ну, в данном случае вот так. Сумочка у меня тоже розового оттенка, который тоже присутствует на свитерочке. Просто в более приглушенном варианте. Яркую я здесь, к сожалению, не нашла. Но так тоже делать можно. Когда мы берем один цвет в разных оттенках в одном образе, это считает возрастание одного цвета. Лишнего ничего не появилось. Скажи честно, ты бы так оделась? Скажу честно, лет 10 назад – да. То есть сейчас я себя чувствую немножечко взрослее. Даже несмотря на то, что ты упомянул, что я гамин. Да, гамин очень любит, чтобы было прям прикольненько. Для меня это все равно немного перебор. Я старалась успокоить жилеточкой, я старалась успокоить джинсиками. Но все равно вот это буйство красок, оно очень такое наивно детское. Но опять же, да. У кого какое настроение, у кого какое состояние – это вполне себе носибельный образ. И 10 лет назад я бы так оделась бы и пошла. На самом деле, я очень рада, что мне достался образ в стиле моего, я могу сказать, любимого исполнителя Курта Кобейна. Это как раз-таки гранд-штиль. Это все в эту тематику. Мне теперь хочется сесть где-нибудь в какой-нибудь заброшке на корточке и понимаете, да, что делать дальше. Ну, конечно, я этого делать не буду, я просто покажу вам, как можно было круто застилизовать этот свитер не только в стиле Курта Кобейна, но еще и в таком немножечко более городском стиле. Ну, конечно же, здесь я выбрала широкие джинсы, практически трубы тоже из стилистики 90-х и 2000-х. Сейчас очень актуально носить либо длинный рукав, чтобы чуть-чуть прикрывал пальчики, либо митинги. Ну, здесь предполагается, конечно же, вторая, просто я не смогла в магазине их отцепить одну от другой. Очень захотелось мне добавить цвета сюда чуть больше, чем просто голубые джинсы, поэтому я выбрала кеды, кстати, очень удобные, с рисунком. Немножечко здесь принта в таком японском стиле и иероглифы. Они, смотрите, тоже синего цвета, как и моя сумка, которую я выбрала в этот образ, и шапка абсолютно такого же цвета для того, чтобы они могли перекликаться. Собственно, вот такой вот образ у меня получился. Скажите, как вам? А если вам вдруг кажется, что этот образ слишком мужской, такой более мускулинный, то можно сделать очень просто. Чуть-чуть подзаправить, и вот вуаля, у меня уже и ножки подлиннее стали, и вроде как талия образовалась. Итак, дорогие друзья, на ваших экранах первая пара образов от наших стилистов-имиджмейкеров. По традиции мы ждем от вас в комментариях, какой из образов нравится вам больше, образ от Оли или образ от Элины. А в этом образе у меня получился такой немножечко глэм-рок, смешанный с гранжем. Ну, гранж, понятное дело, из этого свитера исходя. А из глэм-рока у меня косуха, которая по размеру мне не подходила, я думаю, вы помните. Но я решила ее не надевать полностью, а накинуть на плечи, поэтому размер S вполне себе на меня сел. А что еще у меня интересно? Остались мои бордовые колготки. На голое тело, конечно же, я не стала бы надевать, в принципе, такие ботинки. И как вариант, сюда мне очень хотелось бы, чтобы была не просто такая обувь со круглым мысом, мне очень хотелось бы, чтобы здесь были таби, знаете, такие вот копытца. Они бы добавили еще больше шарма этому образу и стали бы таким тоже стилеобразующим элементом. Сумка моя, она очень хорошо вписалась в стилистику этой косухи, потому что она тоже с такими клепками. Хотела я взять ту сумку, которая с цепочкой, но все-таки решила оставить. И мне очень нравится, еще раз обращу внимание на то, что здесь вкрапление цвета бордового. Пусть он и темный, пусть он и такой не сильно насыщенный, не сильно яркий, но совсем уж монохромным этот образ мне делать не хотелось. Ну как вам? Мне, честно говоря, нравится очень и очень. И даже мои сережки по стилистике сюда зашли, они добавляют немножечко глэма этому образу. И митинги из предыдущего образа я тоже не стала снимать. Слушай, ну я тебя знаю в жизни какая-то, я думаю, что ты бы так и ходила. Да, в жизни я бы так и ходила, да я бы даже ушла отсюда прямо так, потому что этот свитер я реально уже хочу купить. В прошлом образе меня Гриша спросил, а вышла бы ли я так сейчас? И я сказала, что если бы мне было лет 25, то, пожалуй, да. А сейчас я собрала тот образ, в котором бы я действительно бы пошла сейчас в своем текущем возрасте. Ну и, соответственно, то, что мне действительно сейчас близко и нравится. То есть я к этому позитивчику добавила немножко силы, немножечко дерзости. С помощью чего? Джинса уже черного цвета, не синего. Модная, кстати, юбочка с высоким таким разрезом. Если еще не купили, обратите внимание, пока еще в тренде. В следующий год их точно можно будет носить, а вот дальше, да, уже, скорее всего, не порекомендую покупать. Они будут постепенно-постепенно выходить из моды. Добавила черную обувь. Я, кстати говоря, крайне редко ношу черные. Тем более кроссовки. Ну и обувь, в принципе, в черном цвете. У меня практически вся светлая, потому что она немножечко окрыляет. Но здесь у меня была другая задача. Мне, наоборот, хотелось заземлить этот образ. И как раз черной обувью, темной юбкой и черной косухой, которую я взяла специально на три размера больше, чем мой, чтобы она смотрелась объемно, как с плеча бойфренда. Кстати говоря, в данном случае, несмотря на то, что обувь темная и она заземляет, за счет высокой платформы она все-таки вытягивает рост. А значит, еще и визуально удлиняет ножки. А я люблю этот приемчик, люблю. Итак, на ваших экранах вторая пара образов от наших стилистов-имиджмейкеров. Дорогие друзья, правила неизменны. Ваш комментарий решает, кто из стилистов выглядит в этот раз круче. У кого лучше получилось создать образ с предлагаемыми свитерами? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мы вам будем очень благодарны. Ну и третий лук у меня такой максимально уютный. Чего же хочется осенью? То, о чем мы говорили в начале, да? Хочется закутаться куда-то, выпить какой-то потрясающий глинтвейн, хочется уюта, хочется мягкости. И в данном случае я дополняю этот свитер в стиле гранж трикотажными брюками. И получается у меня такой вот комплект, да? А комплекты, костюмы, вы как помните, я думаю, сейчас в тренде. Соответственно, у меня свитер трикотажный и брючки трикотажные полностью. Тотал трикотажный лук. Это очень модно. Дополняю кедами с белыми шнурками. Кеды черные для того, чтобы освежить немножко этот образ и сделать его не таким уж прям супер-пупер уютным. Я решила взять такие контрастные кеды. Ну и дополню. Собственно, эти кеды мне очень захотелось тоже таким контрастным черно-белым, черно-серо-белым шарфом. Чтобы они... Он у меня сочетался с этой обувью. Дополнительно еще я выбрала сюда Гришин рюкзак. Подходящего рюкзака не нашлось в магазине, но ничего страшного. Мне очень нравится то, что он такой большой, и то, что он стилистически максимально подходит к моим кедам. Ну и, конечно же, светлое пальто для того, чтобы вообще освежить весь этот образ и сделать его все-таки немножко городским и деловым. Все-таки в английском стиле он немножечко у меня получился. Если бы здесь была другая обувь, то был бы такой действительно английский стиль, если не обращать внимание на то, что свитер чуть-чуть такой рваненький. Ну, порвался бывает в дороге. А если говорить о том, пошла бы я куда-то в таком образе, ну, для меня скорее нет. Я бы в таком образе никуда не пошла, я не настолько любит уютненькое. Я решила поностальгировать по 90-м, начало 2000-х, поэтому на мне сегодня вот такой вариант. Сейчас, да, третий уже образ с этим свитером, очень яркий, с блеском. Если вы, кстати, обратили внимание, пришла я тоже в блестящей юбке, но она была более спокойная, даже несмотря на то, что более длинная. Что я еще здесь делала? Посмотрите, я добавила сеточку. Сетка сейчас в тренде, в моде, да, и я специально ее немножечко выправила из-под рукавов. У меня был выбор или розовую, или еще там была цвета хаки, тоже очень красиво смотрелась. Но скажу вам честно, я цвета хаки пододевала в прошлый образ, но забыла вам это показать. Нагинула косуху, и все мои идеи вылетели из головы. Ну, в общем, знайте, что так делать тоже можно, и это стильно, интересно, красиво. Сюда я взяла серые массивные ботинки. Серый – это у нас, по сути, монохром к серебру, да, потому что серебряный цвет – это серый, но в блеске. Поэтому они прекрасно перекликаются между собой, они в одной температуре, смотрятся просто замечательно. Ну и как финишный такой, нет, еще пока не финишный штрих. Да, яркая куртка, сочная, тоже перекликается красиво со свитером, и еще и много на себя внимания берет за счет того, что она объемная и действительно очень насыщенного оттенка. А вот завершающий штрих – это как раз очки. Мир такой, знаете, в розовом цвете сразу, на позитиве, на дыже. В общем, хочется пойти куда-нибудь так и танцевать. На ваших экранах третья пара образов от наших стилистов-имиджмейкеров. Сегодня задача была сложная, свитерки были разные, и вам тоже предстоит сложная задача выбрать, какой из образов вам нравится больше, кто из стилистов круче застилизовал свой свитер. Напишите в комментариях, какой из образов вам нравится больше – образ от Оли или образ от Элины. Очередная битва стилистов завершена. Ну что, девушки, вам было интересно сегодня собирать комплекты в BeFree? Да, мне очень понравилось. Я не буду говорить ничего про качество вещей, да, есть не очень хорошие вещи, есть вещи более-менее, как, например, вот этот свитер. Но здесь очень много всего, чем можно составлять комплекты, это круто. То есть, если у вас на самом деле маленький бюджет, то можно это сделать, можно сделать классно в разных стилях. Вот это мне здесь как раз сегодня очень понравилось. Да, ну а я напоминаю, что этот контент, он не только развлекательный, но и в какой-то степени образовательный и вдохновляющий вас на то, чтобы вы создавали свои собственные образы. Если в вашем гардеробе есть такой свитер или такой свитер, теперь вы знаете и обладаете знаниями и примерами того, как это можно стилизовать. Очень надеемся, что вас вдохновили. Да, пишите в комментариях, какой из образов вам понравился больше всего, ну и кто, на ваш взгляд, победил в этой битве. Да, это проект Стильно, меня зовут Гриш Шубан, Оля Епифанова, Элина Кузнецова. До новых встреч. Пока-пока.